Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задой и это очередной новостной выпуск по итогам рабочей пятидневки. В сегодняшнем видео мы обсудим следующие новости. Когда доллар будет по 200? Прогнозы российских аналитиков. Джером Пауэлл обрушил рынки своими заявлениями. Биржа Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через сервис P2P. Сбер опубликовал отчет за 2022 год. Альфа-банк продается. Мужчины набрали микрозаймов, чтобы купить подарки к 8 марта. Российских майнеров хотят обязать отчитываться перед налоговой. Эти и многие другие новости мы обсудим в сегодняшнем выпуске новостей. Поэтому обязательно досмотрите его до конца и поставьте лайк авансом. Ну а прежде чем мы перейдем к новостной повестке, друзья мои, сообщаю вам в очередной раз о том, что уже в будущий понедельник, 13 марта у нас стартует 8 поток курса Мастер Группа 2.0. Это будет увлекательное путешествие в мир трейдинга и инвестиций, к которому может присоединиться каждый из вас. Мы уже сделали чат для участников нашего курса обучения. В него можно попасть через наших кураторов курса. Там мы выложим расписание занятий и начнем общение уже в самое ближайшее время. В первые три недели будут открыты 6 модулей из теории, плюс будет 3 прямых эфира с разбором вопросов и практикой. Ну а дальше три недели мы будем совместно торговать, работать с рынком, открывать сделки. И на нескольких десятках примеров я покажу, как искать точки входа в рынок на финансовых рынках. Будем работать на реальных счетах и уже во время курса с вами начнем зарабатывать. Ну а самостоятельная практика позволит вам закрепить материал и все опробовать в автономном самостоятельном режиме. Ну а наши кураторы и я будем вести вас на курсе до результата. Присоединяйтесь и в понедельник мы взлетаем. Ссылка на курс будет в описании к этому видео. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к новостной повестке. И сначала обсудим то, как завершились торги на основных финансовых площадках по итогам очередной рабочей пятидневки. Нефть на этой неделе просела до отметки 83 доллара за баррель марки Brent. Золото оказалось в плюсе и достигло отметки в 1865 долларов за тройскую унцию. Американский фондовый рынок был под давлением на этой неделе. Почему мы об этом сегодня обязательно поговорим. Индекс S&P в конце рабочей недели торговался на отметке 3895 пунктов. Отечественный индекс РТС 940 пунктов показывал по итогам рабочей пятидневки. Биткоин рухнул до отметки в 20 тысяч долларов за единицу. Индекс доллара просел до уровня 103,9. Но курс доллара на московской бирже против рубля завершил торги на отметке в 76 рублей 10 копеек. Ну и вот собственно давайте про курс доллара для начала с вами и поговорим. Дело в том, что курс доллара к рублю может превысить 100 рублей за доллар уже к 2024 году. Но на этом он не остановится и уже к 2025 году может приблизиться к отметке в 200 рублей. Такой прогноз представил главный макроэкономист, управляющий компанией Инго Страх Инвестиции. Далее цитата. В 2024-2025 годах у нас получается в основном сценарий, что цены на нефть и другие сырьевые товары падают к концу 2024 года. И получается довольно сильный вынос валютного курса с последующим укреплением. Примерно так, как это можно было наблюдать во время прошлой сильной девальвации в 2014-2016 годах. Если сильно упростить систему, можно просто старые данные умножить на 2. Когда-то курс был 30-35, потом он ушел до 86 и вернулся к 55. Если мы умножим на 2, то получается, что 60-70 в современной парадигме, где-то 190 в пределе и обратный возврат к 110. Друзья мои, вот такие вот замечательные прогнозы делают в Инго Страх Инвестициях. Просто берут прошлую девальвацию, умножают все цифры на 2 и вот вам получается прогноз. Но на самом деле, если будут прилетать черные лебеди, цены на нефть действительно будут снижаться в ближайшие пару лет, то я не удивлюсь, если действительно мы в моменте можем увидеть попытки вновь вернуться по курсу доллара к отметке в 200. Собственно, это вполне реальный сценарий, как бы это может быть и не выглядело сейчас страшно. Но, в общем, как говорится, поживем-увидим. Такие прогнозы, конечно, сейчас давать это довольно неблагодарное занятие, потому что нужно очень четко понимать следующую вещь, что есть масса событий, которые могут привести как к росту курса доллара, так к его откату. И, собственно, мы можем увидеть и 100, и 150, и 200, но в то же самое время можем вполне рассчитывать на отметке 70-80 рублей за доллар в ближайшие годы, как мы, в общем-то, с вами уже и привыкли. А события, которые могут привести как к первому, так и ко второму сценарию, их может случиться достаточно много. Впрочем, в долгосрочной перспективе все-таки нужно понимать, что рубль, скорее всего, конечно же, будет снижаться. И однажды прогнозы ингострах инвестиций обязательно сбудутся. Тем временем, Джером Пауэлл на этой неделе заставил инвесторов очень сильно нервничать. Трейдеры облигаций увеличили ставки на том, что Федеральная резервная система может повторно ускорить темпы повышения ставок на заседании по вопросам политики в конце этого месяца. А случилось это после того, как глава Центробанка Джером Пауэлл заявил, что готов к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики, если экономические данные оправдывают это. Джером Пауэлл заявил в среду, что Центробанк оставляет открытым свои варианты относительно того, насколько повысить процентные ставки в этом месяце. И, собственно, он удивил многих инвесторов, когда предположил, что темпы повышения ставок могут возобновиться. Если бы совокупность данных указывала на необходимость более быстрого ужесточения, мы бы были готовы увеличить темпы повышения ставок, заявил Пауэлл законодателем в обоих палатах США. В среду он осторожно подчеркнул, что никакого решения по этому поводу принято не было, однако, собственно, как говорится, слово не воробей и вылетит не поймаешь. Инвесторы, конечно, довольно сильно перепугались вот этих вот заявлений и это позволило американскому фондовому рынку довольно-таки неплохо скорректироваться на этой неделе. Сильнее всего падали банки. Про государственный долг. Джером Пауэлл сказал, что повышение Конгрессом потолка долга это действительно единственная альтернатива. В этом вопросе нет кроликов в шляпах. Это он тоже сказал в среду. Никто не должен полагать, что ФРС сможет защитить экономику от неуплаты по счетам правительства, не говоря уже о долговом дефолте или о чем-то подобном. В общем, Джером Пауэлл таким образом снял с себя ответственность за высокую долговую нагрузку американского правительства. В общем, и сказал о том, что ФРС не намерен решать проблемы с госдолгом США. Ну и кстати, вот на этой неделе еще были опубликованы довольно-таки нехорошие данные по рынку труда в США. Ну, точнее как, довольно противоречивые данные по рынку труда в США. Дело в том, что безработица в Штатах вновь начала расти, но при этом инвесторы ожидали, что будут опубликованы очень плохие данные по количеству рабочих мест не сельского хозяйства. Ожидалось, что будет создано там чуть больше 200 тысяч рабочих мест. Это на секундочку минимальные значения за последние два года. Но при том, что вырос уровень фактической безработицы, количество рабочих мест все-таки созданных вне сельского хозяйства превысило отметку в 300 тысяч. Поэтому реакция рынка на это была довольно-таки неоднозначна. И мы, в общем-то, увидели, как на публикации этих довольно противоречивых данных снизился курс американского доллара на международном валютном рынке Форекс. Тем временем, вот еще одна интересная новость уже касающаяся россиян. Бинанс закрыла для россиян покупку долларов и евро через сервис P2P. Криптобиржа ввела ограничения в соответствии с 10-м пакетом санкций Европейского Союза против России. Граждане России, а также любые физлицы, проживающие на территории нашей страны, независимо от их гражданства, не могут больше покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Бинанс. Гражданам ЕС, в свою очередь, закрыт доступ к операциям с рублями. Ну и многие, собственно, наши средства массовой информации всевозможной подхватили эту новость, начали сыпать звонкими заголовками о том, что биржа Бинанс закрывает для россиян там сервис P2P, покупку долларов и евро. Но, друзья мои, если убрать, в общем-то, из головы вот эти все громкие заголовки и разобраться в сути этого вопроса, то окажется, что на самом-то деле львиная доля россиян уже давным-давно не покупает и не продает евро и доллары через сервис P2P. А для продолжения использования Бинанс P2P пользователи могут выбрать другие доступные фиатные валюты. Львиная доля операций проводится с рублями. Поэтому, друзья мои, Бинанс вводит ограничения на доллар и евро, но мы по-прежнему с вами можем покупать как стейблкоины, так и другие криптовалюты, USDT и прочие криптовалюты за рубли в сервисе P2P, как мы это делали с вами и раньше. Вот я, собственно, в пятницу на P2P как раз обменивал криптовалюту на рубли и никаких ограничений там нет. Доллары и евро я, в принципе, даже не вспомню. Мне кажется, ни разу я операции через P2P с долларами и евро не делал в принципе. Всегда обмен был именно через рубли. Так что ничего страшного не произошло. Покупать крипту в рублях мы с вами по-прежнему можем. Все нормально. Ну вот еще новость от одного из российских банков, собственно, от которого так ждали отчетности. Собственно, Сбер опубликовал отчетность на этой неделе. И в 2022 году Сбербанк зафиксировал прибыль в размере 270,5 миллиардов рублей по международным стандартам финансовой отчетности. На секундочку, за 2021 год прибыль составляла более 1 триллиона рублей. То есть, все-таки, в общем-то, прибыль довольно-таки существенно снизилась. И при том, что прогнозы аналитиков были несколько хуже фактических данных. Это я уже говорю про отчетность за 2022 год. Только в одном лишь феврале 2023 года, уже есть, собственно, свежие данные по месячным. В феврале 2023 года Сбер получил чистые прибыли 115 миллиардов рублей. Что говорит о том, что в 2023 году по итогам целого текущего года Сбер вполне может вернуться к показателям по прибыли тем, которые мы видели до 2022 года. Но важно подчеркнуть, что 115 миллиардов рублей чистой прибыли Сбер все-таки получил не по международным стандартам финансовой отчетности, а по российским стандартам бухгалтерского учета. Но это уже как бы тонкости и детали. Что касается отчета. Чистые процентные доходы Сбера составили в 2022 году почти 2 триллиона рублей. Чистые комиссионные доходы составили 0,7 триллиона рублей. Чистая прибыль, соответственно, 300 миллиардов рублей, как можно сказать, там 270, если быть точным. Средства юридических лиц составили 11 триллионов рублей. А вот физические лица держат на счетах в Сбербанке 18,5 триллионов рублей. Доля Сбера на рынке ипотеки составляет сейчас почти 54%. Количество корпоративных клиентов Сбера и их кредитования растут. Сегмент кредитования застройщиков и вовсе вырос в 1,7 раза. Качество кредитов Сбера за год улучшилось. И Сбер активно оптимизирует операционные расходы. При этом из-за рубежа банку удалось вернуть около 6 миллиардов долларов. Были проданы иностранные дочки, непрофильные активы и так далее. Расходы на персонал снизились почти на 3%. Количество вакансий находится на минимуме за последние несколько лет. А текучесть персонала сильно уменьшилась. Сбер планирует расти в кредитовании. Вместе с рынком возможно даже опережать его. Это уже заявил Герман Греф. И вот на фоне такого замечательного отчета Сбера. Альфа-банк допустил рост акции Сбербанка более чем на 70% в 2023 году. Сам глава Сбербанка Герман Оскарович Греф заявил о том, что достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Достаточность базового капитала Сбербанка первого уровня на конец 2022 года состояла почти 15%, что достаточно для дивидендов в 50% от чистой прибыли. Ну а чистая прибыль Сбербанка в 2023 году может быть сопоставимой с докризисным уровнем. Греф о перспективах продления полномочий главы Сбербанка после 2023 года сказал о том, что пока рано комментировать. Также он сказал о том, что говоря уже опять же про дивиденды, что промежуточные дивиденды пока не рассматриваются. Лучше выплачивать дивиденды один раз в год. И также он заявил о том, что Сбербанк планирует выполнить все предписания закона о выплате добровольного взноса с бизнеса в бюджет страны. В общем-то и целом получается, что Сбербанк хочет и выплатить дивиденды своим акционерам, и в то же самое время не против выплатить добровольные взносы в бюджет. Собственно вопрос, останется ли действительно какая-то чистая прибыль по итогам у Сбербанка после того, как он собственно рассчитается и с государством, с государственным бюджетом и со своими акционерами. Это уже немножечко, друзья мои, другой вопрос. Ну и вот новость еще от одного российского банка. Сбербанка Альфа-Банк продается. Собственно в банке подтвердили подготовку продажи долей Фридмана и Авена. В пресс-службе банка заявили, что насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано странам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. По итогам сделки основным владельцем Альфа-Банка станет Андрей Косогов. В пресс-службе добавили, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов может не понадобиться, так как господин Косогов и продавец не находятся под санкциями. Собственно новый владелец будущей Альфа-Банка является одним из основателей Альфы. С марта 2022 года он является крупнейшим акционером банка. Ему принадлежит почти 41% акций компании. В 2022 году Форбс оценил состояние Андрея Косогова в 1,2 миллиарда долларов. Тем временем 8 марта этот замечательный праздник достаточно больно ударил по кошелькам российских мужчин. Многим пришлось обращаться в микрозаймовой организации, чтобы купить подарки к 8 марта. Рост спроса на услуги МФО в преддверии Международного женского дня зафиксировали специалисты MoneyMan. По их подсчетам средняя сумма займа составила почти 7,5 тысяч рублей. И в сравнении с 2020 до пандемийным годом это на самом деле немного. Тогда размер среднего займа на 8 марта составлял аж 17 тысяч рублей. Самые крупные суды берут в Москве. Это почти 11,5 тысяч рублей. В Ростовской области чуть меньше 11 тысяч. И в Санкт-Петербурге мужчины берут 10,5 тысяч рублей на подарки своим замечательным женщинам. Чаще всего мужчины для подарков выбирают парфюмерию и косметику 13%. Затем идут цветы 12%, подарочные сертификаты и ювелирная продукция. Вот так вот и вижу я как мужик идет в МФО, берет 7,5 тысяч рублей и на 7,5 тысяч рублей покупает цветы и какую-нибудь ювелирочку или парфюмерию с косметикой своей замечательной жене, подруге или знакомой какой-нибудь. Вот в общем-то такая вот статистика, друзья. Не знаю, напишите в комментариях как вы относитесь к тому, чтобы взять микрозайм для покупки цветов и парфюмерии. Тем временем российских майнеров хотят обязать отчитываться перед налоговой. Минфин в рамках доработки законопроекта о майнинге захотел обязать майнеров отчитываться перед налоговой о своих доходах. В противном случае у них могут ожидать санкции вплоть до лишения свободы. Ну разумеется крупные штрафы, принудительные работы, это все как говорится предлагается. Замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что в доработанном ведомствам законопроекте о майнинге предусмотрен пункт, согласно которому майнеры должны будут предоставлять налоговые данные о получении цифровой валюты. Кроме того, им необходимо будет указать идентификатор криптокошелька. А в ином случае, опять же, крупные штрафы, принудительные работы и лишение свободы. Говорят, до 4 лет. Так что майнерам в нашей стране надо немножечко поднапрячься. Ну и еще немножечко придется поднапрячься экономическому блоку правительства Белоруссии. Ведь президент Белоруссии, господин Лукашенко, потребовал компенсировать снижение ВВП республики в 22-м году и перейти к росту. В 23-м году надо не просто компенсировать снижение ВВП прошлого года, но и перейти к росту. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета министров об итогах работы экономики за 2022 год. Ранее, напомню, Лукашенко приказал остановить рост цен. Вот он, друзья мои, и методы управления экономикой. Собственно, приказал, потребовал, сказал, что нужно возобновить рост и, собственно, все заработало. Но, к сожалению, экономика так не работает. И хотелось бы, конечно, нам всем, чтобы по распоряжению наших глав государств действительно экономика могла расти, останавливался рост цен и так далее. Но экономика немножечко более сложная штука. Но такие методы мне очень напоминают методы того же Эрдогана, который, собственно, ростчерком пиратом увольняет одного за другим глав центробанков, навязывает свой какой-то своеобразный взгляд на денежно-кредитную политику. А в итоге на этой неделе, кстати, курс турецкой лиры обновил очередной исторический минимум против американского доллара. Собственно, на этой замечательной ноте предлагаю завершить сегодняшнее видео. Поставьте лайк, если было полезно и интересно. Жду вас в комментариях. Давайте продолжим обсуждать новости там. Ну и до встречи в новых видео. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока.